Надо осознать для себя некоторые чисто математические особенности, которые в данном случае появляются. Мы с вами начали решать такую задачу на примере кубиков. Можно было бы на примере шариков, на примере яблок, груш, да чего угодно, это не важно. Важно, что мы берем ряд тел, вначале этого ряда маленькие тела, в конце – большие тела. Какое животное, слон или мышь, требует больше еды в расчете на каждый грамм своего тела? Ваш ответ был – слон, мой ответ – мышь. Причем не просто больше, а в тысячу раз больше. Кто понимает почему? Мыши быстрее понимаются, еще затрачиваются больше энергии, быстрее, и чаще всего – новое. А почему это так? Потому что у меня все энергонизм. Ну и что? Человеческая система, она все быстрее переваривается, она быстрее… Ну а у слона та же самая система, то есть дорогущая. Значит, если у них одинаковое скорость пищеварения, то сколько пищевых веществ слон за то же время произойдет? Сто пятьсот, а я не знаю, единиц. Может быть, у нас же обмен веществ идет быстрее? А почему? Вот, ребят, в том-то и дело, нужно вызупорить простые вещи, что у мелких живых существ быстрее обмен веществ, выше температура, абсолютно не понимая почему. А я хочу от вас добиться понимания причин процесса. Вот если вы это поймете, тогда можете спокойно решать весь широчайший класс подобных задач, касающихся живых организмов. А таких задач очень много. Это и сложность управляющей системы, то есть у каких же окна мозги никогда не разобьются, хоть вы делитесь. А у каких обязательно будет происходить развитие головного мозга. Это и скорость реагирования, это и мощность мускулатуры. Но перечислить все эти задачи просто нельзя. Можно, конечно, брать и вызубривать ответы. Ну, то есть превращаться в такой аналог, я не знаю, в компьютерной памяти. Но учтите, что вы это соревнование с компьютером проиграете. Я могу взять и на оптических дисках записать гигантский объем информации, которая к вам в голову просто не близит. Такие принципиальные эффекты возникнут при увеличении размеров тела. Не обязательно живого. Вот мы с кубиками работали. Берем маленький кубик, берем кубик побольше в 10 раз, берем кубик побольше в 100 раз. Что у этого тела быстрее растет? Объемный площадь поверхности? Объем. Объемный. Растет быстрее. Ну, для кубика обе кубики считают. Для тела сложный формат, и считать, конечно, сложнее. Но, тем не менее, общий закон останется общим. При увеличении линейных размеров объем растет пропорционально кубу линейного размера, а площадь поверхности пропорционально к квадрату линейных размеров. Следующая модель. С пластическим энергоотменом. Я давайте вместе помню. Вот наш живой организм. Совершенно неважно, одноклеточный или многоклеточный. В данном случае это нас совершенно не должно тревожить. Инопланетянин спонят. Ну, кажется, каким представляем, что это одна критика, никаким считаем, что это вообще-то, я не знаю, да, инопланетянин ваше, там, неважно. Важно богу, что если он живой, у него процесс питания должен быть, то есть он должен получать органику. Хоть делись от необходимых. Ну, допустим, он все-таки не автотроф, то есть он не зелененький и не умеет синтезировать, а значит должен получать органику в готовом виде. Важно. Загружает в себя органику в готовом виде. Отлично. Зачем использовать органику каждой частицы его тела? Зачем она нужна? Первое направление использования, получение энергии, то есть в качестве топлива. И в качестве стройматериала. И в качестве стройматериала. Отлично. Второй вариант, пластический обмен, стройматериал. Отлично. А теперь попробуем оценить, вот у нас с вами, у людей, какой же поток мощнее. То есть, во что в основном, куда в основном идет ваш обед. Вот вы обедали. Вот для того, чтобы вы примерно представили себя объем веса. Давайте посчитаем, сколько в среднем еды вы съедаете в день. Ну, давайте договоримся, воду, едой считать не будем. И если вы съели порцию супа, так, то массу воды из этой порции еды устраняем, выбрасываем. Ну, и получится, что средний человек в сутки съедает где-то около одного килограмма. Вода это очень мало. Так? Вода не есть. Нет, нет, нет. С учетом воды это очень немало. Дело в том, что в огромное количество ваших блюд, в скрытой форме, входит очень большое количество воды. Сколько, скажите, пожалуйста, вся ли эта органика будет усвоена вашим телом? Нет, только половина. Нет, только половина, а вторая половина просто не сможет перевариться и не сможет сосаться в кровь. В результате, в виде недереваренных остатков, вы ее выбросите на море. Итак, в каждой сутке ваше тело получает полкилограмма органических веществ. Сколько в году дней? 265. 265. Ну, вы мечтаете, что без высокого, высокого снега. Скажите, за год, сколько органических веществ получило ваше тело? Глограмм. Ну, назовите мне. 182. 182. Считаем, что 180 килограмм. Ведь это вещества, вы понимаете, они попали внутрь вашего тела, к клеткам. Они в крови, они в клетках. Вопрос, насколько вы поправились? Ну, когда на пару, когда на десяток, а когда и совсем не поправились. Вопрос, а куда же делись эти 180 килограмм? Если 180 килограмм материи превратилась в энергию, это уже не крымского плотства не остается. Это привет Турции, привет Украине. 180 килограмм, в конечном итоге, были, грубо говоря, сожжены в ходе энергообмена и выброшены в внешнюю среду формы углекислого газа, воды, мочерины, балластных минеральных солей и так далее. Энергообмен в нашем с вами варианте жизни требует больше сырья, чем пластик. Пластический обмен кроематериала, конечно, требует порядочных веществ, причем не любых, а строго определенных. Но огромное количество, огромный процент даже из того, что мы получаем, идет не на строительство, не на себя, на энергетику. Мы с вами теплокровны, а это жутко неэкономный способ организации жизни. Это очень затратный способ. Благодаря этой затратности мы можем себе позволить роскоши. У нас очень высокая скорость реагирования при достаточно высокой выносливости. Если у нас высокая скорость обработки информации, мы за единицу времени, наши нервнички, совершают огромное количество операций. И у нас может возникать такой процесс, который вы будете называть мышлением. Мышление, представление, память, ощущения, переживания и тому подобное. Это же все, на самом деле, производно от чего? От высокой энергонасыщенности нашего энергогазма. Потому что, на самом деле, то, что нам кажется совершенно естественным, это очень дорого стоящее эволюционное приобретение, требующее гигантского расхода организа. Именно поэтому ни одно млекопитающее не выдержит двух- или трехмесячных логовки. Если вас без еды оставят на пару месяцев, вы в конце первого месяца перейдете в мир иной. Все, у вас кончилась энергетика, у вас дальше нет энергии для сокращения сердца, нет энергии для дыхательной мускулатуры. Все, привет, переходим в наше состояние. А крупная черепаха, крупный крокодил или крупная змея, гадирная голодовка, для них так развлеченится. Целый бог без еды. В чем дело? А у них эта затрата на порядке меньше, чем у нас. Они не тратят энергию на постоянное поддержание, мало того, что высокой, очень стабильной температуры тела. А это очень дорогое занятие. Итак, большая часть энергии у нас идет сюда, большая часть массовой вещества идет в энергообмен. Отлично. Ну и теперь, что еще надо это? Тело животного, оно многоклеточное, клеток много. Пока очень проще. Представим, что все тело построено из аквариума. Каждый взгляд, как такой аквариум. Тело не очень большое. За аквариум мы забрасываем достаточное количество числорода. Ну и давайте смотреть, во сколько этажей стоят аквариумы в этом теле. Внутри каждого аквариума горит свечка. При горении свечки тепло выделяется? Да. Выделяется. Ладно. Берем крайний аквариум. Допустим, вот этот. Внутри этого аквариума выделяется тепло из-за горения свечки. Скажите, пожалуйста, если тепло выделяется и выделяется, и никуда не уходит, что должно происходить с температурой? Повышается. Все время повышается, повышается. Будет ли это происходить в аквариуме? А наружу будет уходить, потому что аквариум? Конечно. Будет происходить теплопотери в окружающую среду. Вопрос. У выделенного аквариума через сколько стенок может происходить теплопотеря? Через две. Через две. Только две. Это понятно? Да. У него во внешнем среду открыта вот эта стенка и еще та, которая свечет. Это если считать, что они в воздухе все висят. А, они в воздухе. Наши модели. Я же говорю, спирические блондинки в вакууме. А вот у этого аквариума, Лешка, сколько стенок участвует в теплоотдаче? Вот это три. Обе боковые и нижние. Хорошо. А вот у этого аквариума выделяется один. Только одна. Вот у этого только одна. А вот в действии такой аквариум, который вообще не теряет. Он в середине. Есть, он в середине. Он только в середине. А это значит, что выделение тепла во всех аквариумах одинаковое. А вот потери тепла. Стоп. Выделение тепла при горении свечи. Выделение тепла везде одинаковое? Да. А потери тепла? Разная. А потери тепла разная. Отлично. Увеличиваю размер тела. Теперь у нас не три этажа по три ряда, а десять этажей по десять рядов. Какое количество аквариумов теряет стенку со внешней средой? У нас десять этажей по десять рядов не имеют границы с окружающей средой. Как по-вашему, если я буду мерить не температуру в каждом аквариуме, а среднюю температуру системы? Как померить среднюю температуру? Всем понятно, что для этого надо сделать. Надо сложить температуру во всех аквариумах, а потом что сделать? Разделить на количество. Но как по-вашему, средняя температура в каждой системе, и в системе, состоящей из реалимнатора? В этой системе новой будет больше тепла. В средней. Почему? Потому что там больше аквариумов, которые внутри и не отдают... Потому что окружение между внешними аквариумами и внутренними там любое. Знаешь, ведь каждый аквариум выделяет ровно столько же энергии. Но площадь выхода, площадь потери в этой системе, она вещественно оказалась меньше, чем в этой. Почему? Аквариумы занимают площадь поверхности или объем кубика? Объем. Так объем или площадь поверхности? Объем. Объем. Каждая единица объема выделяет тепло. А теряет тепло каждая единица объема или нет? Нет. А что? Только в площадь поверхности. Каждая единица площади поверхности теряет тепло. Это понятно? Превречение размера. Что у вас быстрее? Объем или площадь поверхности? Объем. Объем быстрее. Это значит, будет расти выделение тепла быстрее, чем потери тепла. Это понятно? Это разве нечего? Берем маленькую мышку и большого слона. Скажите, пожалуйста, у кого большая часть съеденной еды вынуждена превращаться в тепло, Ну, для того, чтобы удержать температуру, необходимо проверить 37. Конечно, мышка. И крайне невыгодное соотношение. Она очень мала, а следовательно, на каждую единичку ее объема, на каждую плетку, приходится относительно большой участок площади поверхности. И то, что произвела плетка, просто вылетает в космос. А ни мышка, ни слон нагреть весь космос не могут. Это невозвратные потери. Поэтому мелкий организм вынужден потреблять гигантское количество еды. Почему? Потому что большая часть этой еды, совершенно бездарно превращается в тепло, уходит в окружающий мир. Остановить такую потерю просто нельзя. Соотношение объема и площади у них невыгодное. Берем слона. Объем огромный. Площадь поверхности вроде бы тоже намного больше, чем у мыши. Но если посчитать, как соотносится площадь шкуры слона к его объему, и сравнить с мышью нам. На каждый грамм веса слона. У него шкура приходится больше, а площадка или меньше. Думать, что быстрее выросло, объем или площадь поверхности. Объем вырос быстрее. А это значит, берем одну клетку мыши и одну клетку слона. Если мы знаем, что каждая клетка мыши внутри тела соответствует вот такой кусок шкуры на поверхности, то для слона этот кусок будет больше, такой же или меньше. Он будет вот такой. Он будет вот такой, совсем малюсенький. Шкурт, конечно, увеличивал свое будущее, но медленнее. Площадь поверхности растет в квадрате, а объем растет в кубе. Идея понятна? Правильно. Мы будем рассказывать, что к ним с плотностью мыши у слона не находятся. Ну, а это реально так. Нам не важно, допустим, кости там всякие, или пыль, или семь пружинных. Кости не будут выделить тепло. А плотность клеток у мыши и у слона реально одинаковая. Значит, получается, что слон может поддерживать ту же температуру, что и мы, но при этом есть меньше, так как он больше нас. Меньше в расчете на каждую единицу массы своего тела. Мы эту модель решали на прямой температуре, да? Отлично. А теперь про такие организмы и решайники. Слышали? Решайники. Да, решайники. Ну да. А что из себя представляет каждый решайник? Хорошо. Про то, что у вас в кишечниках обитают самые разные бактерии, которые помогают нам переваривать пищу. Об этом мы уже несколько раз с вами говорили. У нас в кишечниках, в ее объеме живет зоопорок. Там миллиарды. Ну, на самом деле, я в свое время тут с собой поражен, когда попробовал оценить, а сколько же реально бактерий обитает в кишечнике здорового человека. Смотрите, мы все с вами принадлежим к биологическому виду хомо-сайтера, согласны? Да. Ага. А у всех клеток представителя этого типа должна быть генетическая информация как раз о строительстве тела и работе тела хомо-сайтера. Согласны? Да. Как по-вашему, а в составе моего тела или вашего тела, каких клеток больше, принадлежащих нашему биологическому виду или других? Просто количественно больше. По количеству. Это же не наше. Нет, не наше. В составе нашего тела, если мы здоровы, если мы не болеем, количество больше бактериальных клеток. Как мы так умудряемся? Мы же по-вашему, мы меньше, чем на половину этих бактерий. Они гораздо меньше. Они в десятки, в десятки, в десятки раз меньше. Совершенно верно. Поэтому обитатели нормальной кишечной микрофоры по своему количеству не только сопоставимы с общим количеством наших клеток, но даже превышают. А кишечники из-за микрофора только бактерии, желудки? Нет, а масса всех прочих. И каждая из нормальной микрофоры не является клеткой человека. Вот это вы понимаете? А зато еще оставим. Каких клеток больше, человеческих или нечеловеческих? Нечеловеческих. 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 Здесь надо бактерии. Я вам уже говорил, что тело любого элгориотического животного не умеет выделять фермент, разлагающий целлюлодную. Так, вещь принципиально важная. Потому что любая растительная клетка, чем снаружи покрыта? Целлюлозная. Целлюлозная клеточная стенка. В результате съели вы яблоко. Вопрос. Может ли ваше тело яблоко переварить? Нет. Яблоко – это растение? Да. Растение. Значит, каждая клеточка, из которой устроено яблоко, закупорена в целлюлозную коробку. Внутри этой коробки все очень вкусно и питательно. Только нет метода эту стенку растворить. Нет в нашем теле фермента целлюлоза. Вопрос. Как же наше тело все-таки переваривает яблоко? Бактерии, которые выработаны... Симбиотические бактерии, которые живут в пищеварительной системе, разлагают целлюлозу. Другие симбиотические бактерии работают с молочными продуктами. Как ни странно, наше тело с некоторыми из них не справляется. Нужны молочные гиплой бактерии. И так далее, и так далее. Но есть еще один дивный момент. Если вы влезете в медицинскую литературу, вы почитаете, что бактерии обеспечивают организм человека микроэлементами и активными биологическими соединениями. Вопрос. Бактерии, что такие альтруисты, сидит бактерия в кишечнике и думает. Построю по язве своего хозяина немножечко активных биологических соединений. Построила и выбросила. Выбросила. Активные соединения попали вот сюда, в кишечниках, всасались, и пошли по круглосмостной системе хозяина. Бактерия совершила подвиг мужества, да? Накормила своему хозяину. И ураградили. А теперь подумайте, а на самом-то деле, как идет дело. Для кого бактерии реально выделяют из пищи микроэлементы? Для себя. Для кого они реально синтезируют биологическую? Конечно, для себя, для своей клетки. Есть вопрос. А как же это интересно? Эти вещества, которые синтезированы бактериями без себя, то есть эти вещества должны находиться вот здесь, бактериально-цитоплазмы. Как они умудряются попасть к нам в кровь? У них намного больше, чем нужно бактерии. И нужны совсем другие, чем нам. Ребят, какое соотношение между объемом цитоплазма и площадью мембраны у бактерий. Сравните это соотношение для вашего тела и бактериально. А даже не так. Вот у вас бактериальная клетка, вот у вас тела и атическая клетка. Скажите, пожалуйста, у какой клетки на каждую единицу объема приходится больший участок мембраны? У какой клетки, а желательно считать во сколько раз, можно примерно на глаз оценить, на каждую единицу объема приходится больший участок мембраны? Бактерии многократно больше. Ну, посчитаем, что увеличение линейных размеров 10. Давайте к кубикам возвращаться. Если у нас кубик один сантиметр, один сантиметр, то объем его какой? Шесть сантиметров. Один объем. Аккула шесть сантиметров. Один сантиметр кубический. Аккула шесть сантиметров квадратных. Значит, у этого кубика на каждый кубический сантиметр объема приходится шесть квадратных сантиметров поверхности. Увеличиваем размер кубика в 10 раз. Грань 10 сантиметров. Объем кубика? Тысяча сантиметров кубических. Площадь поверхности? Шестьсот сантиметров. Шестьсот сантиметров. Вопрос. Какой участок мембраны придется на каждый кубический сантиметр? Шесть. Ноль шесть. Всего ноль шесть. Вопрос. Во сколько раз уменьшилась площадка при увеличении размера в 10 раз? В десять. У бактерии на каждую единицу приходится площадка в десяток раз больше, чем у этой клетки. А это значит, кому проще удержать в себе вещества. Вот представьте себе, что там, я не знаю, вы хозяин птичника. И там ваши любимые, я не знаю, кто. Попугаи, канарейки, куры, индюки, вот я не знаю, все они мечутся, мечутся вот здесь, мечутся, мечутся из-за температурного движения, мечутся, мечутся. А стенки у курятника не из железобетонных плит, а стенки, во-первых, подвижные, они вот как-то плывут странным образом. И время от времени у них еще дырки открываются. Так скажите, пожалуйста, легче всех ваших любимых индюков удержать в том случае, если на каждого индюка приходится вот такой кусочек стенки или вот такой кусочек стенки? Вот такой. Вот тогда легче, да? Легче удержать? Или легче индюков удрать? Ну, такого легче удрать? Легче удержать в себе. Конечно. Чем крупнее клетка, тем меньше участок мембраны приходится на каждую единицу подложено. В результате, откуда эти вещества оказываются здесь? Да это просто бактерию удержать не может. Не потому что она активно кормит хозяина. Она просто удержать их в себе не может. Не все. Потому что, да, конечно, не все. Потому что слишком велика площадь мембраны, приходящая на каждую единицу. Но часть у нее все равно остается и есть. А, где этого хватает? Где этого хватает? Знаете? Но часть ушло в потери, а мы этой потери пользуемся. Такие угадят. Знаю, а почему как? Нет. Это исключительно взаимовыгодный союз. Кто вообще самое главное для любого живого существа? Жить. Жить. Внимание, давайте смотреть. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы жить, вам есть надо? Да. Дышать надо? Да. Пить надо? Да. В сортир ходить надо? Да. Нет, не надо? Кому зашить некоторое отверстие? Посмотрим, как вы дальше жить будете. Спать надо? Да. Ну и так далее, и так далее. То есть я могу перечислить целый набор вещей, которые необходимы для того, чтобы существовало жизнь. Скажите, пожалуйста, вы путаете их между собой? То есть вы можете спутать две вещи? Я сейчас душу или я сейчас ем? Вы сейчас сидите. Вот вроде бы как настолько они разные, что перепутки их не уйдут. Поэтому ответ, что данная вещь нужна для поддержания жизни, ответ не просто плохой, а очень плохой. Для поддержания жизни могут быть нужны самые разные вещи. Поэтому будьте добры отвечать конкретно. Для чего именно нужно? Для питания, дыхания, водносливого обмена, энергетики, пластики. Это все разные вещи. А главное, лучше вы, когда нет, на который обнажался, и давать свои дела следующие. Да. В некотором смысле, любой живой организм живет только под одну задачку. Задачка одна. Только для обмена. Но с другой стороны, нельзя разнуваться, если ты уже умер. Поэтому для того, чтобы успешно решить первую задачу, должна быть не менее успешно решена вторая задача, которая как называется? Азнация живых. Выживания. Вот это равновесие двух, а на самом деле две разных задачи, будет определять направление развития всех живых организмов. Но если уж отдельную функцию выделять, то, разумеется, размножение самое главное. В биологии нет ничего важнее, просто ничего. Теперь у вас есть возможность понять одну особенность бактерий, из которых будет следовать масса важнейших, практически важных для человека вещей. Скажите, пожалуйста, гетеротрофная бактерия, та, которая питается готовой органикой, и гетеротрофная эукариотическая клетка. Допустим, вот эта у нас бактерия, которая сквозь свою мембрану поглощает готовую органику из окружающего мира. Ровно так же ведет себя вот эта эукариотическая клетка. Совершенно так же, сквозь свою мембрану поглощает готовые органические вещества из окружающего мира. Скажи, пожалуйста, какая бактериальная эукариотическая будет вести процесс питания быстрее? Бактериальная. Бактериальная в десятки раз. В чем дело? А дело в том, что на каждую единицу ее живого объема приходится чудовищно большая площадь мембраны. А ведь поглощает идет через площадь мембраны. Вот это все так же. Если бактерии умеют питаться в десятки раз быстрее, чем эукариотические клетки, к чему это будет приводиться? Они будут разжаться быстрее. Именно так. Бактерии – самое быстро размножающее существо на нашей планете. А с какой скоростью? Пределы здесь вообще удивительные. Некоторые кочевные бактерии, если создать для них идеальные условия, оптимальные условия для жизни, будут делиться каждые 20 минут. Время продолжительности жизни одиночной бактерии Вася равна 20 минутам. Бактерия возникла при делении предшественника, прожила свою жизнь 20 минут и через 20 минут поделилась на Петю и Марью Ивановну, на две новые бактериальные клетки. Что это дает? Это дает следующее. Достую приспособленность. Во-первых, чудовищную, не просто высокую, а чудовищную приспособленность. И практически важна вот такая вещь. Такое слово вы знаете все наверняка. Какие вещества называются антибиотики? Убивают бактерии. Ага. И при этом не убивают кого? Элкариотические клетки. Принципиально важный запрос к антибиотикам. Антибиотики – это вещества, разрушающие бактериальную систему и не действующие на элкариотическое. Наше тело из каких клеток? Из-за элкариотических, настоящих ядов, то есть антибиотиками называются вот такие яды, которые избирательно уничтожают прокурил, а элкариот тронут к нему. Как достигается выбор таких веществ? Достаточно просто. Помните, чем огружена любая бактерия снаружи? Из какого материала? Терелоза. Не верно. А, нет. Кстати, мы записываем с вами. Название материала клеточных стенок – бактерия. Синоплод? Нет, вы не знаете. Мит-ре-ин. Итак, клеточная стенка у бактерий без мит-ре-ина. Мури-ина. Мури-ин – сложный сахар, который в некотором смысле родственном целеволозе или крахмалу, но имеет нечто-то другую структуру. У элкариот – гистый фермент, производящий мури. У элкариотических клеток просто нет такого фермента. Это значит, у нас с вами хоть что-нибудь из мури-ина построено? Ничего. Нет у нас мури-ин. А у каждой бактерии из него построена бактериальная стена. Первая группа антибиотиков. Что делают? Вот бактерия, вот ее клеточная стенка. Как бактерия умудряется поддерживать свою форму? За счет клеточной стенки. За счет двух вещей. Клеточная стенка – раз. И высокой концентрации органических веществ внутри цитопазма. Если там много створимых веществ, то там сколько воды? Мало. Мало. Концентрация воды низкая. Воды 50%. А в окружающей среде сколько воды? Допустим, бактерия пресная вода. По центов 90-100%. Пресная. Ну, дистилляр можно считать 100% водой. Продолжение бактерий. Жить будет с трудом. Но будем считать. Берем вот такую реально пресную воду. Если мы только 1% соленых. Соленость воды в каких единицах меряется? Промилля. Промилля. Что такое промилля? Очень просто. 1,10%. 1,10%. Ну, или 1,000% изначально влечения. Десятипромильный раствор вам будет воспринят как солоноватый. Не совсем пресный, конечно. Но это никакая не морская вода. Пятипромильный раствор для вас и для меня тоже. Совершенно пресноватый. Так что считаем, что здесь у нас 99 воды, а здесь 50. Что делает вода немедленно? Деклудировать. Деклудировать туда, где ее минусы. Вот сюда. Согласны? Что с давлением внутри плеса? Увеличивается. Резко увеличивается. В результате мы получаем накаченный футбольный мячик. Почему он не в облаке? А потому что у нее клеточная стенка прочная. В результате клетка стала упругой. Она отлично держит пол. Из-за чего высокое астматическое давление, прочная клеточная стенка. Отлично. Это бактерия на форму такой дремью, которая заблокирует работу фермента, строящего мурии. И тут же оказывается, что у этой бактерии появляются дырки в клеточной стенке. И что будет с бактерией? Клопается. И ее сначала вот так вот, высоким давлением, от пола выпрет, а после этого она выпнет. Это как он анегризм на лобоке. Да, 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 да. Анегризм бактерия. Вы пройдете новый сильный биологий термин. Это сделать антибиотики. Хорошо. Это первая группа антибиотики. Скажите, а эти вещества могут быть выглядеть хоть одну и нашу клеточку? Нет. А почему нет? У нас мурия нет. У нас просто нет мурия. У нас просто нет мурия. Нельзя заблокировать эту программу, потому что ее просто нет. У наших клеток нет клеточной стенки. Да, конечно. Второй вариант. Как устроено хранилище ДНК у бактерий? Кольцо. Кольцо, кольцевая хромосома. А у нас ДНК хранится совершенно иначе. В ядре. В ядре диагнозы не кольцевые, а линейная хромосома. Как они устроены, через день мы с вами разберемся. Там же другой принцип организации хромосомы. Вторая группа ядов. А вторая группа ядов. Забритив ДНК, сворачиваются ругоном. Сможет ли бактерия создать нормальную систему чтения ДНК? А если она не может считать, собственно, ДНК, она ферменты может строить? Нет. Нет, все, привет. Остановку управляем в обмене. А на наш организм такое вещество подействует или нет? Нет, не пройдет просто. А дело в том, что у нас ДНК не свернутого уложено. Оно иначе уложено. Это понятно? У нас нельзя нарушить этот процесс по одной причине. Потому что его нет. Вот такие вещества называются антибиотики. Они действуют на бактерии, не действуя на эукариотические клетки. Возвращаемся к скорости, возможной скорости размножения бактерий. Скажите, если я померю у каждого здесь присутствующего, скорость реакции. Я получу одинаковые величины? Разные. Если я померю объем памяти у каждого присутствующего? Разные. Разные величины. Есть вся фамилия Сиубицепса. Разные. Разные. То есть на самом деле мы все разные. Как по-вашему, бактериальные клетки, все абсолютно одинаковые или тоже все разные? Разные. Да, немножко, но разные. Теперь. Человек почувствовал себя плохо. Узнал от любимой подруги сестры, матери, дяди Шурина Геверя, что она тоже чувствовала себя плохо. И в этом случае жутко помогла маленькая зелененькая таблетка. Человек взял, купил маленькую зелененькую таблетку и проглотил ее, потому что она помогла сестре и так далее, и так далее. Когда ей было плохо, внимание, допустим, от антибиотиков действует на тех бактерий, которые вызвали ваше заболевание. Если вы приняли его, а, не вовремя, б, не в той композиции с другими лекарствами, которые нужны, с, не в том количестве, не в той концентрации, что у вас происходит? Антибиотик, растворяясь в вашей крови, будет действовать на бактерии, убивая их. При этом он убьет всех до одной, или только тех, кто максимально... Все, все, все. Еще раз. Силе бактерий совершенно одинаковое. Вы точно знаете дозировку антибиотика, которая гарантированно убьет всех. Скажите, вы профессиональный врач? Нет. Дозировки антибиотиков рассчитывать умеете? Схему приема рассчитывать умеете? Нет. Вы услышали от Марии Ивановны Купкиной, что ей помогло. И решили помочь себе. Заблатили энную таблеточку, создав у себя в крови некоторую концентрацию антибиотика. С какой вероятностью она убьет всех бактерий? Несколько. Вероятность, вероятность нулема. Часть бактерий будет убита, часть останется в живых. Вопрос. Кого данное лекарство убьет, кто останется в живых? Еще раз. Я верю, скорость реакции у вас. Она у всех одинаковая или нет? Нет. Убьет только самых слабых бактерий, самых малопоиспособных. Почему? К этому веществу. То есть на самом деле вы что сделали? Неграмотный прием антибиотиков привел к тому, что самых чувствительных к этому лекарству бактерий вы у себя убили, а какие остались? Самые сниженные. Самые нечувствительные к этому лекарству. То есть вы сами сниженные. Через 2-3 часа они размножились, потом еще раз размножились. На следующий день. Что с количеством бактерий в вашем организме? Такое же, как и было. Даже незаметно, что вы что-то принимали. Только одна вещь у вас не изменилась. Вы провели на самом деле селекцию, искусственный обор бактерий. Каких вы отобрали? Каких вы у себя сниженные? Самые хорошо приспособливающиеся. Те, которые нечувствительны к данному лекарству. Поэтому в следующий раз вы взяли и нормальную дозу этого лекарства выделя. Вопрос, она на вас подействует? Нет. Не, не подействует. Почему? А вы у себя в организме уже отобрали тех, кто умеет этому лекарству сильнее всего сопротивляться. Поэтому, господа, никогда не балуйтесь с антибиотиками сами. Никогда не нарушайте систему предписаний. Есть у вас схема приема? Три раза в день после еды с промежутком четыре часа. Не менее четырех часов. Строго по этой схеме. Если вам сказано, что пропить курс 12 дней, а вы на восьмой день почувствуете себя уже великолепно, вы уже выздоровели, никаких симптомов нет, можно ли бросать на восьмой день? Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Вы не додавите отчет до конца. Так? И кто у вас в теле останется из-за чего? Более сильнее. Более сильнее. Наиболее не чувствительное к данному воздействию. И в следующий раз вас так скрутят, что мало не покажутся, а самое главное, лекарство-то данное, помогает будет или нет? Нет. Нет. Я же более сильнее. Вы же сами проиграли отбор. Так что серьезнейшее отношение к инструкциям использования. Ну вот мы с вами немножко обсудили, какими свойствами обладают материальные организмы, как они устроены. На следующем занятии я буквально пару слов о том, какую роль в окружающей среде они играют. Ребята, если человечество на земном шаре исчезнет, биосфера этого не заметит. Просто не заметит. Мы с вами настолько маловажные участники событий жизни на земле. Так, что без нас биосфера обойдется запросто. Но стоит уничтожить две группы бактерий, чтобы жизнь на земле привычной находилась, прекратилась полностью. Просто исчезла вся жизнь. Не кто-то конкретный. А просто исчезла почти полностью вся жизнь и затем заново отстроилась к бактериальному уровню. Более важных участников земной биосферы, чем бактерия, назвать невозможно. Они реальные хозяины планеты, а от них не мы. Ну, просто такие переростки с нами величие, не больше того.